Приветствую вас. По общему правилу, ревность возникает из-за неуверенности в себе, из-за страха одиночества, из-за отсутствия личных границ, то есть потребности раствориться в человеке полностью, и из-за недостатка собственной значимости, то есть по отношению к человеку, с которым вы в отношениях, вы не чувствуете себя более или менее полноценно значимым. То есть у вас есть эта проблема в значимости. Также ревность – это страх одиночества и, соответственно, непринятие себя, то есть отвергания в себе каких-то черт, качеств, характеристик и так далее. Ну и как следствие, если мы говорим о непринятии себя, то как следствие и отсутствие любви к себе на личностном уровне и отсутствие достаточного количества любви по отношению к родителям. То есть родители вам в детстве либо любви не додали, либо вам очень сильно ее внущали, перелюбили. И, соответственно, из-за этого вы теперь не приемлете, когда у человека есть свои личные границы, а то есть, ну, в твоей личной жизни и так далее. Значит, что нужно? Во-первых, личные границы. То есть личные границы – это такая категория, которая именно для вас определяет градацию вреда и пользы, Ваши собственные идеалы, ваша самостоятельность как человек. В любом случае, да? То есть почему вы девушку ревнуете? Потому что ее поведение для вас, что важно, именно для вас несет некую угрозу. Вот именно для вас ее поведение несет определенную угрозу. Вопрос заключается в том, что это за угроза, откуда она, почему она вам воспринимается именно так. То есть почему вы воспринимаете поведение девушки как угрозу, в качестве угрозы. И что будет, если измена произойдет? То есть вот что по факту будет иметь место быть, если измена все-таки случится? То есть то, что значит для вас измена, и является принципиальным здесь. Именно значение измены для вас и является самым главным, самым важным. Потому что, ну, вот в норме, если человек изменяет, это означает, что он несчастлив, это означает, что ему чего-то не хватает, это означает, что он чего-то недополучает, это означает, что либо этот человек не ваш, и вы не можете сделать его счастливым вообще, либо вы ему чего-то не даете. То есть тремность здесь, это как бы своего рода индикатор. Индикатор того, что в ваших отношениях не все гладко. И либо вы это принимаете и что-то корректируете, либо нет. Ведь вы же, наверное, девушку свою любите, вы же, наверное, ее... Ну, ей дорожите. Вам же, наверное, ну, я не знаю, хотелось бы, чтобы у нее все было здорово. Вам же, наверное, хотелось бы, чтобы у нее все было прекрасно. А мне, наверное, хотелось бы, чтобы девушка была счастлива. А своей ревностью вы счастливой ее не делаете. И вот тут и есть важный момент. Почему вы как бы жертвуете тем, что девушка может быть счастлива и спокойна с вами? Почему вы жертвуете этим? Значит... Ради того, чтобы вы получили то для себя, что нужно вам. Вот с чем это связано? С чем это связано? Для чего вам это нужно? Почему? Ведь если вы это делаете, значит, свои интересы вы ставите превыше конных у девушки. А это, в свою очередь, ставит вопрос, насколько вы к ней относитесь, да? То есть, ну, любите вы ее или нет? Насколько сильно вы ее любите? И если любите. То есть, я не знаю о ваших чувствах ничего, да? Это первое. То есть, это вот такой момент. Момент второй. Момент второй. Это, соответственно, принятие себя. Да. То есть, тут вот такой важный момент, чтобы вы постарались определить причину, ну, скажем так, может быть, своего страха одиночества. Да? То есть, из чего вы боитесь вот остаться один? Почему вы боитесь остаться один? Чем это для вас так страшно? Почему девушка для вас сама по себе так важна? Да? Вы же ее используете в данном случае как, ну, как средство, да, получается? Как средство для достижения своих целей, да? Как средство для реализации своих желаний. Вот, соответственно, и попробуйте подумать. Что это за желания? Какие? И начнем. От чего она вас спасает? Вот. Ну, и дальше анализ детско-родительских отношений. И коррекция восприятия себя. Если такие моменты будут найдены. Пока когнитивная основа того, что вам нужно будет делать, это, во-первых, прекратить ее проверять. Потому что, если человек захочет изменить, он изменит. Никакие проверки его не остановят. Никакой контроль его не остановит абсолютно человек. То есть, если хочет, он изменит, в общем. В любом случае. Это первое. И второе. Каждый раз, когда вам хочется девушку ревновать, да, каждый раз, когда вы чувствуете преликстренностью, вам нужно в этот момент постараться, наоборот, проявить позитив, проявить внимание. Внимательность, любовь, ласку, нежность, тепло, вот что-то еще такого, такого рода. И два, три, четыре раза вы так сделаете. И вы удивитесь, насколько изменится ваше отношение. То есть, вы привыкнете энергию свою. А сейчас вы эту энергию реализуете так, да, в таком направлении. Вы привыкнете эту энергию преобразовывать в положительную руку. То есть, почему вы ревнуете? Потому что вам нужна любовь. Вам не хватает любви. Вам не хватает значимости. И вместо того, чтобы эту значимость как бы реализовывать правильным путем, ну естественным путем, вы по привычке реализуете ее в негативном, да. То есть, требуя от человека что-то, проверяя ее и так далее. Вот. Это не совсем конструктивный путь. Я не говорю, что он именно неправильный. Потому что, правильный он или нет, это решать на самом деле вам. Но если вы хотите избавиться от ревности, то данный путь абсолютно неприемлем для вас, если вы хотите, да, чтобы, ну, ситуация была по-другому. Чтобы она иначе, ну, как бы, протекала. Вот так можно ответить вам на вопрос. Ревность также оккупируется личностным ростом, да. То есть, это можно назвать экзистенциальной терапией. Ну, вот. Но личностный рост – это еще и научение принимать человека полностью, применение более гуманистических подходов к восприятию личности в целом и себя в мире. Вот. Но это работа. Просто так вот просто от ревности вы, к сожалению, не избавитесь. Просто вот так. Ну, просто вот взять и избавиться от ревности у вас не получится. Понимаете? Нужна регулярная терапия, помощь, в том числе корректировка поведения девушки. В любом случае, потому что девушка, она отвечает в любом случае за вас, за ваше поведение, за вас, за ваше самочувствие. Вот. И, соответственно, на ней тоже лежит ответственность, да, это, поэтому девушка тоже лучше знать, что с вами происходит. Вот. Если вы хотите, чтобы отношения были доверительны, то, соответственно, имеет смысл, признаться, что за ней следите, признаться, что у вас есть проблемы с ревностью. Вот. Скажите, что вы ходите к психологу, ну или обещали работать с психологом, вот. И можете пригласить ее, как бы, для работы вместе. Ну, хотя бы пару раз. Пару с ней можно провести. С ней. С ней. С ней. По местам. Вот. Вот. Такой будет мой ответ. Надеюсь, что он вам помог, насколько это возможно в вашей ситуации. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.